Добрый день, уважаемые покупатели! В этом году, к сожалению, у нас сложилась не очень удачная весна. Были затяжные дожди, был холодный май. И поэтому многие из нас посадили свою рассаду намного позднее, чем хотелось бы. Потому что дожидались оптимальной, хорошей погоды для высадки своей рассады. Многие покупатели приходят с такими вопросами, что рассада плохо развивается, медленно идет в своем росте, плохо цветет, плохо образует завязи. Что нам делать? Во-первых, мы сейчас должны немного простимулировать свою рассаду, дать ей защиту для иммунитета, как мы и даем своему организму. Иммунную защиту дать, это все благоприятным образом снимет стресс растений, потому что сейчас наблюдаются очень сильные перепады температурного режима. Днем бывает жарко, а ночные температуры не всегда дотягивают оптимальные 10-15 градусов. Вы можете воспользоваться такими стимуляторами роста, как биостимулятор от фирмы Форта. Можно будет пройтись методом опрыскивания все овощные культуры, плодовые, ягодные, цветочные культуры. Везде, где вы видите, что растение находится в состоянии стресса, медленно растет, медленно развивается, где необходимо дать силу. В качестве подкормок сейчас уже азот нам не нужен, растение уже полноценно развивается. Нам именно надо идти к таким целям, как развитие плодоношения, развитие, как говорится, именно на рост плодов, на рост хорошей корневой системы, и чтобы у нас была профилактика хлороза и хороший иммунитет у наших растений. Очень известный лимбогумат калийный, очень хорошо развивается корневая система, иммунитет растения. В макро-микродозах заложены макро- и микроэлементы, железо, магний, цинк. Поэтому все хорошо способствует полноценному развитию растений. Такие известные удобрения от фирм Organic Mix и Добрая Сила. Хорошо сбалансированные жидкие удобрения, которые применимы везде на любых овощных, плодовых, ягодных культурах. Очень удобно разводимые, хорошо заложен комплекс органических кислот и хорошее минеральное содержание. Хочу отметить также хорошо сбалансированные удобрения, как сульфат магний. Вы можете его применять как на овощные группы культур, чередовать с калием. Во-первых, повышается качество плодов, повышаются вкусовые качества плодов, то есть будет повышена сахаристость. Идет отличная профилактика хлороза на овощных, плодовых, ягодных культурах. И, конечно же, хочу отдельно отметить прекрасное удобрение, как монокалий фосфат. Я рекомендую его использовать всегда во второй половине лета. Это хорошо растворимое фосфорно-калийное удобрение. Вы его можете применять непосредственно как на овощные культуры, плодово-ягодные культуры и цветочные. Приходите в наши магазины, наши консультанты с удовольствием вам помогут подобрать правильные удобрения, которые помогут окрепнуть вашим растениям, сделать ваш урожай более вкусным и более здоровым и качественным. До свидания! Приносит радость и удачу Центр Сада Вода